Десятичные дроби. Для дробей, у которых в знаменателе находится число 10, число 100, или число 1000, 10 000, миллион и так далее, придумали так называемую десятичную дробь. Это особая запись, или можно так сказать, специальный вид дроби. Особая запись дроби. Например, рассмотрим число 3 десятых. То есть дробь 3 десятых. 3 десятых. Число 10 находится в знаменателе. Значит, данное число можно записать в виде десятичной дроби. Сначала записывают количество целых. У нас целых нет. Только дробная часть. 3 десятых. Потому что числитель меньше знаменателя, значит дробь правильная, а значит целых нет. 0 целых. Так и запишем. 0 целых. После количества целых ставится запятая. После запятой ставится число, которое находится в числителе. В том случае, если количество нулей в знаменателе совпадает с количеством чисел в числителе. Как это просто понять? Просто понять это нужно следующим образом. Предположим, у нас в знаменателе число 10. Сколько число 10 имеет нулей? 1, 0. Значит, после запятой у нас будет ровно одно число. После запятой одно число. Какое это число? Это число 3. Мы сейчас сюда его запишем. То есть, это будет 0 целых и 3 десятых. Данное число так и читается. 0 целых 3 десятых. Далее, рассмотрим другое число. Предположим, число 17 десятых. 17 десятых. Что это такое? Это неправильная дробь. Значит, неправильную дробь можно записать в виде смешанного числа. То есть, можно выделить целую часть. 17 делим на 10, берем по одному. Получается 1 целая. 1 из же 10. 10 вычитаем от 17. 17 минус 10 будет 7. То есть, в остатке получается еще 7. То есть, получается это 1 целая и 7 десятых. Как записать это число в десятичном виде? В виде десятичной дроби. В виде десятичной дроби. Пишем сначала количество целых. 1 целая. Ставим запятую. После запятой у нас будет 1 знак. Потому что в знаменателе находится число 10. Оно имеет 1 0. Значит, после запятой будет 1 знак. Ну и вот сюда вместо этого 1 знака мы записываем числитель. То есть, получается 1 целая и 7 десятых. Далее. Следующее число. Сразу запишем смешанное число. 5 целых и 3 сотых, например. 5 целых и 3 сотых. Сначала пишем количество целых. 5 целых. Ставим запятую. После запятой определяем количество знаков. Смотрим. У нас число 100 в знаменателе. 100 имеет 2 0. Значит, после запятой у данного числа будет 2 знака. 1, 2. 2 знака. Но в числителе у нас только один знак. Поэтому мы его записываем на последнее место. А перед ним ставим 0. То есть, недостающие места впереди, перед числителем, мы дополняем нулями. То есть, получается в итоге у нас 5 целых. Потом мы пишем 0 и 3. Как это число читается? Читается число следующим образом. 5 целых и 3 сотых. То есть, 5 целых и 3 сотых. То есть, читается число точно так же, как и число, которое записано в виде смешанного числа. То есть, 5 целых и 3 сотых. То есть, у которого есть целая часть и есть дробная часть. Далее попробуем записать число в виде десятичной дроби 23 сотых. 23 сотых. Сколько целых? Ноль целых. После запятой два знака, потому что в знаменателе два нуля. И как раз на эти два знака претендует числитель. Почему же числитель у нас двузначный? Получается мы пишем 23. Далее следующее число. Предположим сто двадцать семь сотых. Получаем 1 целая и двадцать семь сотых. То есть получается 1 целая и двадцать семь сотых. Почему так получилось? Потому что если мы сейчас выделим целую часть, у нас получится 1 целая и двадцать семь делено на 100. После запятой у нас два знака, потому что два нуля. И как раз вот здесь вот есть число 27. По-другому при делении на 100 можно было сразу записать данное число, рассуждая следующим образом. Существует такое правило. При делении на 100 запятую нужно перенести на два знака влево. То есть запятая была вот здесь после семи. Мы переносим на два знака влево и получается 1 целая и двадцать семь сотых. При делении на 100. Далее следующее число. Одиннадцать, предположим, целых и пять десятых. Или запишем как одну вторую. Одиннадцать целых и одна вторая. Как такое число записать в виде десятичной дроби? Одиннадцать целых и одна вторая. Надо записать одну вторую таким образом, чтобы в знаменателе оказалось либо десять, либо сто, либо тысяча и так далее. Нам легко получить в знаменателе число десять. Чтобы получить в знаменателе число десять, надо знаменатель умножить на пять. Но если мы знаменатель умножим на пять, то чтобы вот эта дробь не изменилась, нам необходимо числитель также умножить на пять. Мы умножим на 5 числитель и знаменатель. Тогда мы получим 11,5. 5 умножить на 1 будет 5. И 5 умножить на 2 будет 10. То есть получается 1, 2 и 5 десятых это одно и то же. И 5 десятых. Ну и теперь записываем это число в виде десятичной дроби. То есть это будет 11 целых. Ставим запятую. 5 десятых. 1, 0 значит один знак после запятой. Получается и пишем как раз числитель на это место. Далее. А теперь попробуем записать другое число. Например число такое. 12 целых. 3 или 37 предположим 10 тысячных. 37 десятитысячных. Сначала пишем целую часть. Это 12 целых. Далее считаем количество нулей в знаменателе. У нас 4 нуля. Получается у нас будет 4 числа после запятой. 4. 1, 2, 3, 4. И только у нас в числителе двузначное число. И только 2 места будет заполнено. Вот здесь в конце пишем. Значит перед числом 37 нужно дописать 2 нуля. Мы так и говорили. То есть если количество нулей больше, то есть если количество знаков после запятой больше, то перед числителем дописываются нули. То есть получается 37 мы переписали. Но так как 4 знака после запятой должно быть, мы должны впереди дописать 2 нуля. Итого у нас получается 12 целых 37 десятитысячных. А далее. Как научиться читать любую десятичную дробь. Ну предположим. Пускай у нас есть число 15. 15, то есть 15 целых и 0, 1, 0, 0, предположим 50, предположим 1, ну и пускай еще 7 будет. Предположим вот такое число. Что это за число? Вот в принципе, если бы мы хотели бы его сейчас записать в виде обыкновенной дроби. Ну в данном случае в виде смешанного числа, потому что оно имеет целую часть. Тогда у нас получится 15. Далее 15 целых. Далее идет черта дроби. В числителе записывается число вот это. То есть 100 517. 100 517. А как оно читается? 100 517. Теперь на что мы должны его поделить? Считаем количество знаков после запятой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значит в знаменателе будет число с 7 нулями. Значит получается пишем 1 и записываем 7 нулей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь посмотрим, что это за число. Вот по 3 нуля. Соберем в кучку по 3 нуля. Получается тогда у нас 10 миллионов. То есть получается, как теперь прочитать это число? Читаем. 15 целых 15 целых 100 тысяч 517 каких? 10 миллионных. Почему? Потому что в знаменателе у нас получилось число 10 миллионов. То есть получается 100 тысяч 517 10 миллионов. Как наоборот записать число из десятичной дроби в виде смешанного числа либо в виде обыкновенной дроби? То есть предположим у нас есть число 3 целых. Ну мы в принципе вот здесь вот так и сделали уже. Так уже и сделали. Но тем не менее. Еще раз. То есть 3 целых предположим и 11. Как читается? 11 каких? Посчитаем. У нас после запятой 3 числа. Это значит в знаменателе находится число с тремя нулями. А число с тремя нулями это 1000. Значит получается у нас 3 целых 11 тысячных. То есть это число так и читается. 3 целых 11 тысячных. То есть если записать его в виде смешанного числа оно такое. Оно будет иметь вот такой вид. Ну и еще запишем предположим такое число. А 5 целых и 0, 0, 0, 5 предположим. 0, 0 или даже так 50 предположим 1. 51. Вот так. Ну можно в принципе еще записать. 51, предположим 5 еще пускай будет. Ну предположим 9. Вот такое число. То есть это 5 целых. Ну 5 целых сразу перепишем. 5 целых. Далее идет дробная часть. Что у нас в числителе? Вот это число нулей перед ним мы не пишем. Мы просто пишем 5159. То есть запишем 5159. А что же будет у нас в знаменателе? Посчитаем количество знаков после запятой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 знаков. Значит будет в знаменателе число с семью нулями. 1 и 7 нулей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Посмотрим что это за число. А опять получилось у нас десятитысячное. Ну пускай. Раз уж получилось пускай. Значит получается это число прочитаем так. 5 целых 5159 десятитысячных.